Ну что, привет, мои девчули-писюли, ароматные дырочки, мои вульвята, мои клиторята, всем привет! Сегодня у нас с вами будет ну просто шикарная, ебанутейшая тема. Это ароматы для консультанч. Ароматы для парфюмерных консультанч. Девочки, если вы консультантша, то вы попали в правильное место. Если вы работница парфюмерного магазина, вы попали по адресу. А если нет, то скидывай своей подружке консультантши или любым методом, просто, короче, распространяя видос, потому что вас этому нигде не научат. Я просто, знаете, рекрутерша парфюмерных консультантов. Я постоянно провожу с ними беседы, тренинги, работы, вебинары, ну и всяческие такие вот истинуации. Даже если вы не консультантша, то это видео будет вам гиперполезное, потому что ароматы здесь не въебические. Ну и, как всегда, это видео снято с поддержкой РНДВУ, поэтому мы, как всегда, вам дарим промокодик на 10%. На весь ассортимент промокод 10 квасен, все ароматы найдете там, ссылочка в описании. Вот, ну и мои ароматики с ой. Эффектом надо брать роскошные, классные, 8 ароматов моих любимочек, от которых я просто умираю, люблю, дрочу и обожаю. Поэтому берем и мозги не берем. Итак, давайте преамбулом. Так, на телегу не подпишитесь, я вас уволю, серьезно. Я позвоню вашему начальнику и все про вас расскажу. Поэтому ссылочка в этом, в комментах, вот, в телеграм подписываемся. Кто не подпишется, я вам такое устрою, и что офигеется. И порчу на молочницу в подарок. Поняла, надеюсь? Да что ж такое, блядь, что за бровь у меня тут, что такое вообще? Что у меня там за волос такой ебучий? А, смотрите, я немножко психанула. Я сегодня в изумрудно-бриллиантовой гамме. Такие вот у меня колечки роскошные, видите, изумруды, бриллианты и аметисты. Браслетики вот такие вот роскошные, видите, сережки такие с аметистами. Роскошь, да? Ну, это я психанула, у нас 30 градусов просто, и я вахаю. Короче, девки, консультантша и не консультантша. То, что вам говорят, что пшикаться нельзя, вы будете отпугивать клиента, это все пиздеж, забыли про это. Консультантша для клиента должна быть эталоном. То есть первый ваш контакт с клиентом, он должен охуеть от того, как от вас пахнет. Вот, не надо вот это вот слушать, вот этих вот ваших начальников, ничем не душись на работу, нельзя ничем пахнуть. Это все пиздеж, они просто не знают вообще, как управлять людьми, как их раздрачивать на покупку. Они просто в этом вообще нихуя не понимают. Слушайте меня. Вы когда, здравствуйте, вам что-нибудь предложить? Здравствуйте, вы на подарок выбираете? Или себе? Здравствуйте, а какого направления вас больше интересует? Восточное или хуёчное? Девочки, вместо этих тысяч вопросов можно просто подойти, чтобы клиент охуел от вашего шлейфа. И тогда он сам вас просит. Консультантша, чем от вас пахнет? В ресторанде, дам любые деньги, только скажи, что это. Вот так вот нужно. Поехали. Все вот эти ароматы, я вам сейчас все покажу и объясню. Первое. Девчонки, коржинсили. Коржинсили. Это наше все. Тициана, Виканта, Квинтоканта, коржинсили, девочки. Забываем всех ваших наставников. Они вообще ничего не понимают в продажах. Они вообще там, о-о-о, вот слушайте меня, я хоть что-то да понимаю. Короче, коржинсили, девочки, это охуительные просто цветы. Это охуительные цветы на терренсовском мускусе. Коржинсили с итальянского переводится как «доброе сердце». И вы такой консультант «доброе сердце», самоотверженно, пиздодельно. даете понять, что вы вообще пипец как шарите. Потом, смотрите, вот когда вы в этом аромате вообще, все просто будут в шоке. От вас будет пахнуть, как от алтайской девственницы. Как от алтайской девственницы. То есть там все потасканные консультантши, такие криворожие. А вы будете алтайской девственницей среди путан. Это вас да как-то отличает. И клиент выберет именно вас. Поняли? Это просто роскошный аромат, знаете. Он вроде бы простой, но он нихуя не простой за счет того, что здесь терренсовский мускус. Терренсовский мускус можно любить, либо ненавидеть. Я, например, ненавижу. Но в сочетании с розовыми, такими пионистыми цветами, роскошными, это звучит просто охуенно. Потом, старт здесь не примитивный. Тут нету этих лимонов, бергамота. Вот этого всего говна примитивного. Он сразу стартует цветами, таким вот пионом. Раскрываются фиалковые оттенки, ирисовые. Это просто роскошно, девочки. Любой клиент просто уже запустит вам руку в трусики, либо узнает, что такое на вас одето, девочки. Поняли? Дальше, чтобы просто свести всех в могилу своих ароматов и сделать месячный план продаж за один день, мы пшикаем, девочки, ирис фаве. Это у нас ателье дес ор. Такой вот аромат. И про что это у нас аромат, девочки? Конечно же, про ирис. Ирис здесь невероятный. Вот серьезно, девочки. Да и просто, девчули, скажите же, когда к вам подходит консультант, от него хочется съебаться вообще. Он не внушает доверия. Почему? Потому что он ничем не пахнет. Потому что какой ты будешь давать мне совет, если ты ничем не пахнешь? От себя пахнет ничем. С какого хера я должна тебе довериться, чтобы ты мне помогла ароматом. Вот когда я услышу от себя охуенный шлейф, чтобы я кончил, тогда мы можем тебя послушать. Понятно? В этом консультантше на востряем ушки ирис фаве. Это невероятный ирис, который вы больше нигде не найдете. Это ирис с ванилью. Это ирис с деревом. И он не супер пряный. Здесь как будто есть и сливовые нотки. Сливовые нотки очень часто ирис любят выдавать. Плюс есть такие тяжелые фиалковые нотки. Такие прям напористые. Ну и есть такое вот маленькое ответвление в такую гурманскую сторону. За счет сливы, какого-то синабона, ябливого, ваниля, стручка шафрана, например. То есть он вот такой вот, знаете, такой ирис реально я еще нигде не слышал. И ирисовые ароматы, они всегда пленяют. Ирисовые ароматы, они всегда вызывают вопросы. Ирисовые ароматы всегда звучат интересно и странно. И всегда хочется понять и узнать, а какой ирисовый аромат на тебе. Поэтому, девчонки-консультантши, не консультантши, это реально охуительный ирисовый аромат, который просто у вас должен быть без вопросов. Поняли? Дальше. Как свести клиента с ума, просто пшикнув на себя одну парфюмку? Очень просто. Смотрите, клиенты, вот они всегда находятся в поиске чего-то невообразимого. Того, до чего нельзя дотянуться. Того, что еще не придумано. Например, люди, всю жизнь, весь мир озадачен поиском идеальной сирени. Кто-то говорит, охуенная сирень в Ифраше говно. Кто-то говорит, охуенная сирень в Муаш. Лайлок блоссом говнище. Сирень вообще не пахнет. А я вам покажу. Короче, охуенный аромат сирени. Это, девочки, Вильгель Парфюмери. Лайлок и Дэй. Просто достаточно мимо колыхнуть жопой, и все вопросы будут только к вам. И ваше мнение, девочки, станет этим главенствующим. Это лилия. Ой, лилия, блядь. Сирень. Всем сиреням сирень просто. Это настолько сирень, что ни взять, ни дать. То есть, это, знаете, та огромнейшая бутетища, сиренья. Такую концентрацию, что просто выноси святых. Вот хоть по частям. Роскошнейший. Капелька животинки вот этой цветочной. Шлейф на километр. Стойкость на 100 часов. Просто, знаете, люди охуеют. Они подумают, что вы где-то проносите сирень с собой. Вы где-то натерлись сиренью. Вы принимаете сиреневые ванны. Просто достаточно пройти мимо. Любой клиент будет ваш. Вообще, хоть вы продавщица, хоть вы консультантша, хоть вы в мясном отделе работаете. Каждый задаст вопрос, а что на вас? А почему вы пахнете сиренью? Инфосотка. Это охуительная сирень. Это моноаромат. Он просто пахнет сиренью. И он охуительный. Советую до безумия. Дальше, девочки, консультантша. Как вызвать доверие клиента? Смотрите, если к вам приходит алкаш, например, мужики ищут жене подарок, или клиент пришел с синим, синий дыней, знаете, то есть он выпил, от него пахнет алкоголем. Как вот к нему подойти? Многие консультантши задавали вопрос, да и не только. Девочки, в принципе, все задают себе вопрос, как же нам общаться с алкашами? Как нам общаться с синими дынями? А я вам скажу, нужно втереться к ним в доверие с помощью носомата бараонды. Девочки, носомата бараонда. Это путь к нашим алкашам. Они как только услышат этот великолепный аромат, они сразу к вам подойдут и будут просить вашего совета. Будут просить на грудь, на живот, на спину. Они купят все, что вы им скажете. Почему? Да потому что это охуенный аромат алкоголя, зеленого улуна, белого шоколада, ликера, коньяка, виски. И стартует он, знаете, прям молочным, зеленым улуном. Раскрывается вот такой алкоголистый ликер, ебливый, знаете. И база у него такая гурманская, ванильно-шоколадная. Это просто, девочки, разъеб. Поэтому кто никак не может найти сердце, найти, короче, доступ к сердцу алкашу, то вот бараонда, любой алкаш, любой алкаш-клиент, он просто ваш. Если вы работаете в алкашке, в красном-белом, то вот бараонда, у вас будут все покупать. К тому же, знаете, парфюмерный магазин – это тоже алкашка. Ведь духи спиртовые, да? И кто-то любит пить их. Поняли? Поэтому все, девчонки, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, что вы носите. Вот, когда играете в консультантшу, когда работаете консультантшей, ваши эти истории из опыта. Ну, а мы их послушаем. Вот, и скидывайте своим подружкам-консультантшам. Вот, а с вами был я, Квас. До новых встреч, я вас целую. Пока-пока. На телегу не подпишитесь. Заражем.